Сознание Вы сейчас, Игорь Михайлович, сказали, что сознание — это инструмент. И вспомнилось, как один человек, рассуждая о Знаниях, точнее его сознание выдало другую крайность. «Вот раз сознание мне мешает, раз оно меня вот так обманывает, значит всё, вот не буду его развивать». Ну и таким образом уравняться сознанием с обезьяной. То есть иметь слаборазвитое сознание, быть дезориентированным в современности и исполнять то, что тебе приказывают другие, ну слабоумным, скажем так. Это мечта очень многих управленцев — иметь тупое, непонимающее, неосознанное общество. Сознание, прежде всего, — это инструмент. Если я тебе дам, к примеру, тупой нож и попрошу почистить картошку, тебе будет удобно им чистить? Нет, тебе нужен острый нож. Любой инструмент, он должен быть максимально выверенный и целый, хорошо отремонтированный. А сознание — это инструмент, он должен быть развитым. Чем шире твой кругозор, тем больше ты понимаешь, тем больше в тебе заложено для понимания этой же трёхмерности. Вопрос в другом. Кто управляет твоим сознанием? Понятно, что им всегда будет управлять система, это её часть. Но опять-таки вторичное сознание или новое сознание, оно тяжело управляется, но управляется. Но его можно легко игнорировать в случае необходимости. А вот первичное сознание, оно легко обучаемо. Если ты развиваешься как Личность, то развитое, хорошо обученное сознание — это только в помощь, это не во вред. Это не означает, что оно будет более хитрое, более извращенное, поверь. Как бы ты ни развивал своё сознание, оно не сможет развиться до того уровня, до которого развита самая система. Оно всего лишь часть этой системы. А система, которая имеет опыт, скажем, миллиарды лет, поведала всякое. Поэтому хорошо развитое сознание облегчает понимание этого мира, улучшает коммуникацию с другими людьми. Ну в общем, если ты не лентяй, то это только в помощь. Да, тяжело было, когда ты не знал об этом. Ну а сейчас же такая ситуация, что Знание есть, но у многих людей нет ещё практического опыта работы над собой. Поэтому нет вот этого реального преобразования себя и общества. Вот здесь вот есть интересный момент преобразования общества. Преобразовывать общество стремятся все прежде всего, но общество преобразуется лишь тогда, когда люди начинают преобразовывать себя. Это существенный момент. Не нужно стремиться переделывать общество, не изменившись самому. Да, это так. Но вот людям как будто бы не хватает понимания смысла жизни. То есть система навязывает какие-то ценности — та же карьера или семья, или какой-то поиск удовольствия вовне. И система предлагает людям поверить, что вот это и есть жизнь, что вот это и есть твой удел, твоя жизненная цель, что именно для этого ты пришёл в этот мир. В действительности, когда в нашей повседневной, скажем так, трёхмерной жизни семья, взаимодействие в том же обществе, та же карьера — это всё и есть составляющая жизни человека. Другое дело, как подходить к этому и с какой стороны это рассматривать. Жизнь человеческая, она слишком короткая. И человек должен в неё успеть всё, и семью, и завести, и обеспечить. И в то же время, раз отсюда вытекает, и карьеру построить какую-то лучше, когда хорошую, чтобы был и достаток, и всё. Это всё необходимо. Необходимо для выживания элементарно в современных условиях. Вопрос в том, что главенствует у человека, какова основная цель его существования, смысл от его жизни. И вот сознание нам начинает рассказывать, что смысл нашей жизни — это продолжение нашего рода. А чем мы тогда отличаемся от любого животного? Ведь если мы посмотрим, в принципе, любое животное — это продление своего рода, основная цель и задача. Ну, размножился ты, продлил свой род. А лично тебе какой смысл от этого? Почему люди в старости хвалятся тем, что вот они многое в жизни сделали, работа плюс семья, внуки и всё остальное, а в глазах печаль? Потому что каждый понимает, что самого главного он таки не успел сделать. А жизнь, она очень короткая. Мы неоднократно об этом говорили уже и в передачах, и так, что жизнь проскакивает очень быстро, как одно мгновение. На самом деле любой промежуток времени, который бы ты себе не назначила, он пройдёт очень быстро — неделя, год. Это очень быстрая текущая такая субстанция. Но смысл заключается как раз в жизни человека — это приобщение к Миру Духовному. У многих это может вызвать такое негодование. Но опять-таки, и вот здесь нюанс. Негодование в чём? В сознании. Почему при слове «Бог», «Духовность» и ещё что-то, у подавляющего большинства людей вызывается внутреннее отражение сознанием? Даже как бы это не обидно было у священнослужителей. Вот пока он в одеяниях и ведёт какую-то службу, он настроен, всё, он всем рассказывает о Боге. А когда остаётся один на один, как говорится, с Богом, и вот здесь даже мысль или ещё что-то, его же дёргает это всё. Вот внутри идёт это всё. Не в смысле в духовном плане внутри, а в смысле в сознании, в эмоциях, во всём остальном. Потому что сознание любого человека практически на 99% настроено против всего духовного. Это факт, это правда. Но у нас есть определённые, скажем так, обычаи, некие правила игры в социуме в целом, что есть у нас религии, к ним надо относиться уважительно, есть Бог, к нему надо относиться уважительно, нужно уважать выбор других людей, веру в других людей. Слава Богу, что это есть. Ну и это обосновано опять-таки в силу определённых причин, которые мы сегодня не будем разбирать, не будем поднимать эти вопросы, потому что у некоторых оно вызывает опять-таки в сознании их ничто иное, как агрессию. Почему это происходит? Потому что сознание любого человека, ещё раз говорю, настроено против всего духовного. Это его функция, это надо понимать и знать, и воспринимать это, в принципе, как естественное явление. И об этом в любой религии много говорили те люди, которые действительно шли к Богу. Они не игрались и не подходили к Богу, ну как к некому исполнителю своих желаний, что, Господи, дай мне то, дай мне это. Если ты не даёшь, ты хороший Бог, и я в тебя верю, да? Да, в сознании полно вот этих шаблонных страстей, с помощью которых как раз-таки сознание и закабаляет человека вот в таких мыслях-состояниях, в состояниях «хочу» или «не хватает», или состояние борьбы за власть, за доминирование только твоего мнения. Понятие власти, оно очень важно. Вот многие люди, им сознание рассказывает, «Ты же не борешься за власть? Ну какая тебе власть? У тебя работа такая, ты не стремишься, не делаешь карьеры, ты наоборот вот уходишь, отходишь, тебе власть не интересует». Но этот человек считает о себе так, вернее, его сознание ему так рассказывает, что он такой хороший и не стремится к власти. И в то же время начинается диктатура в семье, своим детям, своим вторым половинкам, среди друзей. Ведь постоянно идёт борьба за власть. Власть это не подразумевается управлять народами или управлять какой-то организацией или ещё что-то. Здесь власть подразумевается, это подавление одного материального объекта другим или попытка подчинить себе кого-то другого. А это постоянно везде. Вот это очень интересный момент, что если в людях доминирует диктат сознания… Они могут объединиться опять-таки по интересам. Но было бы здорово, если бы люди начали действительно жить хотя бы законами совести и чести, да? И вот чтобы они объединились хотя бы на том, чтобы перестали ссориться, воевать, убивать друг друга и делать зло друг другу. Это уже победа, огромная победа над системой, над её установками. Это возможно? Вполне возможно. Построить, вот как мы и говорили, хороший, счастливый мир. Мир, в котором человек может постигать духовное освобождение, создать условия для этого. Это в силах людей, в силах. Это можно сделать? Это нужно сделать. Было бы замечательно, если бы во всём мире была истинная свобода, без всякого зла и без противоречий. Первое, вот с чего начинается, — это с честности, с честности перед самим собой. Да, ведь по сути это всего лишь работа над собой и делать всё, что в твоих силах, чтобы создать в обществе такие условия. Ну невозможно людей заставить. Это выбор людей, это свобода людей. Даже если весь мир… Вот заметьте, все люди во всём мире станут, скажем, свободны и будут пытаться повлиять на одного человека, который хочет стать субличностью, он всё равно станет субличностью. Почему? Потому что это свобода его выбора. Вот где настоящая демократия. Потому что каждый выбирает то, к чему он стремится. Любовая Личность, она стремится… Это естественный такой инстинкт самосохранения. Личность, она чувствует, чувствует, что существует мир бескрайний, мир духовный. Она чувствует и силы, и проявления все. А сознание, оно запирает. Ну здесь сознание людям мешает это понять. Но опять-таки, а кто мешает человеку вкладывать силу своего внимания, своё духовное развитие? Или же материальное, смертное? Никто. Только он сам выбирает. Свобода — выбор. А то, что система отвлекает, ну это же право человека как Личности — смотреть или не смотреть на этих артистов, своего сознания. Последняя битва у человека, она идёт от рождения до смерти. И вот результат битвы этого Армагеддона человек пожнёт после того, как перестанет биться его сердце. И это правда. Смысл здесь как раз в том, что пока тело живо, и сердце бьётся, ты должен начать жить. После того, как сердце перестало биться, ты уже пожинаешь результат. Потом уже исправить что-то невозможное. И никто тебя не отморит, и никто не спасёт. И это правда. Да, вот ещё такой момент для сознания. А может ли человечество вообще в глобальных масштабах победить систему, как врага в понимании категории сознания? Вот если, к примеру, все-все люди на планете объединятся? Победить систему человечество не сможет, потому что система вся уходит далеко за пределы человечества, в котором мы его понимаем. Начнём с этого. Система не ограничивается определённым количеством людей на определённой планете. Она гораздо шире и распространяется на всю материальную Вселенную. Вот если языком физики, то вплоть до шестого измерения — это то, что есть система. Поэтому можно строить иллюзии, стремиться победить систему. Но лучше всего её победить внутри себя, перестать быть её рабом. Вот это основная цель. Ну вот, к примеру, даже если все люди вместе объединятся, ну опять-таки, если их объединение будет на уровне сознания, ну они её усилят, саму систему усилят, не больше. А вот если люди духовно раскроются, разовьются, и их объединение будет на духовном, чувственном восприятии с миром бескрайним и бесконечным, то тогда вся мощь системы становится вообще меньше меньшего, что только может быть. Как говорили в древности, что всё сводится до частички «по». Вот Вы, интересно, нам ранее рассказывали, Игорь Михайлович, для понимания, что на самом деле сама система не имеет образа. Потому что сама система — это и есть стационарные частички «по», вот говоря языком физики «АллатРа». Система всего лишь порождает образы, но на сама система есть ничто. Всё, что конечно, оно ничтожно, оно ничто. Но так же время вообще гармоничным свой habt. Игорь Михайлович, планирует этого, который может быть исчезненным. Игорь Михайлович, ведет «АллатРа». Система всего лишь порождает, Система всего лишь порождает призывание. Продолжение следует...